Всем привет! Мы продолжаем проходить Киберпанк, ну и нам надо с вами отправиться в облака, и я сразу скажу, что это уже я перезаписываю эпизод, потому что в игре была какая-то фигня со звуком, он периодически издавал какие-то щелкающие, неприятные совершенно мотивы, ну не мотивы, но знаете, такой, как будто статика. И вообще ничего как бы не предвещало беды, я долго не мог понять почему, но в итоге, спасибо форумам, нашел проблему, надо отключить в девайсе, через который вы воспроизводите звук, с раунд, причем если он у вас отключен, надо его сначала включить, потом отключить. Так что если у вас такая же проблема, вот я вам подсказал решение. А тут есть прикольный момент. Он так боится, что его бросят, что торопятся уйти сам, а я вечно спасаю отношения. Чувствую себя такой дурой. Ты не дура, Тео. Сам он дурак. В тебе столько любви, столько эмпатии, а такие, как он, этим пользуются. Ладно, побегу я. Спасибо, что выслушал моё нытьё. Даже Дональд Ланди иногда с горя ест ведро мороженого и тратит три пачки бумажных платков на утирание слез. О, Брэндон, ты такой милый. Вот реально, ты такой один. Пока. Слушай, а кто эта девушка? А, ты Протео? Она моя лучшая подруга. О, она милая, умная и такая красивая. Мне нравится с ней говорить. Это даже приятнее, чем наливать карамельный латте. Мне кажется, оценка человеческой красоты и ума выходит за пределы твоего функционала. Нонсенс. Если бы я ничего не понимал в людях, как бы я давал клиентам рекомендации? Кому соевый флэт-уайт, а кому тянча покрепче. Все-таки я тебя переоцениваю. Ты всего лишь машина, при том не самая сложная. Не всегда необходимо быть сложным, чтобы твои слова имели смысл. Это еще нужно доказать. Пока, Брэндон. Ну, видимо, ветка с автоматом у нас еще какое-то время будет. Вот этот чувак задолбал. Один раз стоило тут вымогателей прибить, они теперь, короче, постоянно пытаются чего-то там вершить правосудие или найти нас, короче, чтобы нам устроить ата-та. Но, не, мы не будем поддаваться. Смотрите-ка, народ снова разбегается в панике. Но, а что нам делать? Остается в такой ситуации нелепой, да? Где-то, че-хмырь. Где это, че вырло, а? Он же не сгорел? Он не сгорел. Вот он ковыляет, да? Да, это он. Давайте еще разок отойдем, посмотрим, че там произойдет с ним. Сгорел он, нет? Кажется, чувак сгорел наконец-то. Ну, как бы... Ой-ё. Вы видели, да? Девчонка шла, шла и такая об него просто бэм. Он ебанутый. Чуваки, я тут вообще ни при чем. Как вы поняли, что это я? Ну, да ладно. Нам с вами в облаках. Но, благодаря анабиотическим имплантам Суслик-2. Суслик-2? В неделе без продовольствия и воды и смогли выжить. К счастью, после спасения и краткого отдыха для технической оценки состояния, весь персонал немедленно вернулся к роду. Что у нее с грудью? Объясните мне, тут выглядит так, как будто у нее там на груди еще небольшая грудь. Я вот постоянно смотрю на это, и это единственное, что... Единственная мысль, которая меня посещает. Ну, ладно. Хотя бы здесь нам никто не должен препятствовать, но все равно без приключений не обойдется. Как я и говорил, к сожалению, эпизод я перезаписываю. Но, с другой стороны, вы можете быть уверены, что если эпизод шняга, я его перезапишу. Типа, отвечаю за качество. Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Не желаете подключиться к терминалу? Подключаться через личный порт небезопасно. Если вирус попадет мне в ядро, придется раскошеливаться на новую руку или ногу. Нам нужны данные из ядра, чтобы подобрать для вас куклу. То есть, биометрический скан? Верно. Если что-то пойдет не так, вы сможете подать жалобу. Но такого еще не случалось. Я ищу Эвелин Паркера. Она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я не клиент. Значит, у вас все еще впереди. Каждый когда-то был в облаках первый раз. Вы не пожалеете. Достаточно только подключиться. Мы зарегистрируем вас и создадим ваш профиль для сеансов. Ох, прости. Она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. То есть? Заходишь как клиент и смотришь вокруг. Не хотят раскрывать карты? Отлично. Мы и без них сыграем. Откуда вы можете знать, чего я тут ищу? Облака всегда знают. Мы находим ваши тайные желания. Вы получите то, чего хотите. И не только. Наш клуб существует, чтобы превосходить ваши ожидания. Как тут все происходит? Моторными функциями куклы управляет алгоритм. Он превращает данные вашего профиля в ощущение в реальном времени. Поведенческий чип также блокирует воспоминания куклы о проходящем сеансе. То есть она ничего не будет помнить? Если я скажу да, сеанс покажется вам бессмысленным. Только от вас зависит, насколько рискованно в нем участвовать. Хотите сказать, это не опасно, но риск все-таки есть. Что-то вроде того. Главное, он будет не таким, как вы ожидаете. Воу, а вы меня заинтриговали. Хорошо, попробуем. Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно. Иначе пропустите что-нибудь интересное. И вот этот момент я заспойлерил. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. На реддите, потому что многие здесь, ну, были невнимательны. И выбирали не ту куклу, а как оказалось, ангел это вовсе не девушка. Сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Вот, потому что была куча гифок, где чувак такой, ангел. И к нему, ну, короче, попадает к типу. Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, ангел или Скай? Как нас мягко назвали извращенцами, да? Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. Вот, пожалуйста. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в девятой кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Так вот. Только двое готово для тебя ноги раздвинуть. Желаю вам приятного отдыха. А не пошел бы ты нахуй, Джонни? Блин, конечно, он не совсем похож на Киану Ревса, но есть вот этот вот чувак, который играл в Звездных Войнах, который семь с половиной, что ли. Ну, наверное, вы поняли. Вот он больше даже на него похож, и из-за этого получается не совсем красиво, на мой взгляд. Ну, да ладно. Я хотя бы рад тому, что ничего не щелкает, и мы можем нормально слышать игру. Привет. Я Скай. А тебя ведь зовут Винсент? Ви. Просто Ви. По имени меня зовут только те, кого я близко знаю. Ну, хорошо. Ви. Вот в этот момент я узнал, что нашего персонажа зовут Винсент. О, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви, ты умираешь. Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже если так, тебе-то какое дело? Из всех голосов в твоей голове громче всех тот, что зовет на помощь. Посмотри вокруг. Это все твои мысли. Я что-то вижу в этих зеркалах позади. Это проекция глубины твоего разума. Психоанализ в борделе. То, что мне было нужно. Я не буду разбирать твои проблемы. Я этим не занимаюсь. Я только должна исполнить твое самое заветное желание. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы. Но не те, о которых ты думаешь. Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. У меня нет времени на диспуты. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Где Эвелин? Почему мне сказали, что она тут не работает? Когда ты ее видела в последний раз? Что ты знаешь? У Эвелин была своя история, которая стала частью твоей. Ты ее найдешь. Ты всегда добиваешься своего. Вот эта вот мягкая музыка, которая играет, ее голос, прям мне напомнили первые три альбома Энигмы. Ты так и будешь говорить загадками, да? Я не смогу помочь, если ты этого не захочешь. А дальше что? Медитация? Что-то вроде того. Попробуй. Мне сказали, тут исполняют самые смелые желания. Не этого я ожидал. Любые невыполненные желания со временем превращаются в потребности. Наша задача находить их. Для этого мы здесь. И какая у меня главная потребность? Примириться с тем, что ты уже умер. И начать жизнь сначала? Пока не получается. Видимо, придется мучиться дальше. Страх смерти заставляет нас делать то, что мы делаем. Ты боишься, потому что потерял надежду. Еще совсем недавно ты хотел стать лучше всех в Найт-Сити. Ничего не изменилось. Это главная цель моей жизни. Правда, у меня немного времени, чтобы ее достичь. Хочется хоть что-то оставить после себя в мире. Вместо надежды ты чувствуешь только боль и отчаяние. Мне кажется, ты боишься исчезнуть, как будто тебя никогда не существовало. или ты боишься стать кем-то еще, кем-то другим? Те, кого я потерял, живы в моей памяти. Я тоже останусь в чьей-нибудь. Или стану мерзким голоском в голове чужого человека. Ты же понимаешь, что смерть — это не разрушение, не конец всего, а перемена. Эта мысль может спасти тебе жизнь. Отлично мы в бордель зашли, да? Я боюсь стать кем-то другим, забыть, кто я есть. Ты и так становишься кем-то другим. Каждый день, каждую секунду. Но я все-таки чувствую связь между тем, кем я был и в кого я превращаюсь. На самом деле ты боишься стать тем, кого ты совсем перестанешь узнавать. И что дальше? А дальше ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Серьезно? Ты мне скажешь? Да. Ты никогда ни перед чем в жизни не отступала. Даже когда возможно стоило. В Найт-Сити можно с легкостью поймать пулю. Даже пока ждешь такси. Но это никогда тебя не останавливало. Не мешало быть собой, добиваться своих целей. не помешает и сейчас. Как их добиваться, если мир так быстро меняется? У тебя все получается. Мир меняется благодаря тебе. И ты меняешься благодаря ему. Ни одно живое существо не стоит на месте. Ты не исключение. Не оглядывайся назад. Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь до тла, пусть горит. А вот сейчас странное. У нас вроде как голова на кровати лежит, но она так покачивается, как будто он просто натирает ухом вот эту вот простыночку. Спасибо за все это. Так не хочется вставать. Никому не хочется, но всему приходит конец. Самурай. Что происходит? Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвал стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала? Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер? Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. так что... Нет. Мне очень нужна инфа. Назови цену. Докатись ты к черту со своими деньгами и своей бабой. За такое с работы вылететь, как нефиг делать. Я готов покрыть все риски. Ладно. Хорошо. Давай свое бабло и сваливай, пока нас не засекли. А что-то необычное последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Очень странный диалог был сейчас. Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Клиент напал на Эвелин? Вроде как. Не знаю. Там была какая-то жесть, куча охраны, вопли. Потом дело замяли. У нас тут лишних вопросов задавать не принято. Лучше ничего не видеть, не слышать и не говорить, кому попало. Где это было? В ее кабинке. Я же сказала, она была с клиентом. Тогда, может, все-таки скажешь мне номер? Одиннадцать. Кабинка сейчас занята? Нет. Она, типа, недоступна с того дня. Мне нужно будет зайти в эту кабинку. Да? Это еще зачем? Не твое дело. Ты мне можешь ее открыть? Могу. Но ко мне больше не приходи никогда. Говори с Томом. Что за Том? Кукла. Как и я. Как и все мы. А ты что думал, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка, вроде. Видишь, какая-то польза от тебя все-таки есть. Спасибо. Мы прям джентльмены. Слушайте, окей. У нас опциональная вещь зайти в кабинку Эвелин. Оф. Но я даже не знаю, не получим ли мы за это по щам. Кровь. Предлагаю посмотреть, что там. Кровь свежая, но ее немного. Рана явно была не смертельная. Че-то что тут есть? Где я? Может, надо было за собой закрыть эту кабину? Кстати, в прошлый раз я вот этот диалог пропустил, и мы сюда не попали. Значит, все-таки клиент тут ни при чем. Это у нее почему-то тормоза отказали. Да клиент вообще в шоке. Только из-за чего? Киберпсихоз. Может, ее взломали удаленно? Звучит безумно, но транеры такое могут. Странно. Ну ладно. А за собой закрыть нам не надо? Не надо. Но в вип-зону просто так нас не пустят. Да? Ну, точнее, да, потому что я это уже видел. Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет вип-зона. Мы можем, во-первых, вот здесь подключиться к терминалу. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан. Ты вообще понимаешь, кто я? И беспалево тут немножко денег стырит. А, они нам не помешают. 1С 7А Что мы еще можем? 1С 5, 5, 5, 5, 1С О, нормально. Нормально с вами денежек, во-первых, подзаработали. Я вижу, ваш пропуск вип-зону был аннулирован. Что ты сказал? Ну и, по-моему, если мы в толкане вот здесь постоим, посмотрим, какие мы красавчики, должно произойти что-то, что-то очень хорошее. Да, улыбаемся, мы прям просто мастерски. Эй! Ну а где что-то хорошее? Во! Приходит пописать охранник. Накормить тебя дерьмом, а? Ах, какой вежливый. Ну-ка, друг. Давай-ка это. Мы с тобой проследуем кабинку, где ты и сдохнешь. Вот так вот. Ну, обычное дело, на самом деле. Так, и дверку я прикрыл. Можем прикрыть дверку? Ну, не очень. Но... Но телу больше деть некуда. Вы уж извините. Будем надеяться, что туда никто больше не пойдет. Так. Вдруг у меня есть доступ. Ха-ха-ха-ха! Прекрасно. Ну, а теперь с доступом мы можем спокойно зайти к дядю Тому. Пиздил не по делу. Привет. Кажется, у меня тут что-то сломалось. Я не очень понимаю. У меня нет твоих данных. Я даже не знаю, что делать. Расслабься. Тебе не нужны никакие мои данные и личные профили. Я не клиент. Мне просто нужно поговорить. Именно с тобой. Не как с куклой. Ты же Том, да? Ага. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Так это была Осака или Осло? Осло. Да, точно, Осло. Ты про случай, когда на нее напал клиент? В ее кабинке я видел кровь. Ну, понимаешь, тут такое случается иногда. И что, всем похер? Мы получаем новые импланты, больничные, иногда даже компенсацию. Хотя, если так подумать, странно, что она уехала так далеко. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет. Просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Где мне найти этого Дубмана? Наверное, у себя в офисе в подсобке. Только клиентам туда нельзя. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Само собой. Что ж, пошли к Дубману. Тут, опять же, все довольно-таки банально. Нам надо стоять... Да, вот этот чувак, гаденыш, прям очень вовремя к двери подошел. Давайте с вами... Дубман нам разъяснить, что за ебала тут творится. Хотя я бы особо не надеялся. А где-то там был динамик, я видел. Вот этот, например. У этих кукол ссаные тряпки вместо мозгов. Вот что им надо заменять в первую очередь. Не сработало, черт. А, вот этот вот. Вот этот вот динамик нормально его отлевал. Во. Вот эта чумба ушла. А мы с вами, в свою очередь, прошли все, что нам надо. И попадем к мистеру Дубману. Благо, техническое умение позволяет нам тут все вскрыть и напрямую к нему проникнуть. Без лишних каких-либо проблем и неприятностей. Эй, клиент отсюда, вход запрещен. Если не трудно, закрой дверь с той стороны. Ты же видишь, я очень занят. Я ищу Эвелин Паркер. У нас тут такая не работает. Раньше работала. Что с ней стало? Наверное, исполнила мечту всех кукол. И охмурила какого-нибудь богатого оленя. Э, мой тебе совет. Попробуй лучше Рокси из второй кабинки. Жопа такая же круглая. А остальное чип-то работает. Разницы не почувствуешь. Я вижу, ты человек деловой. Мне кажется, мы с тобой договоримся. А мне кажется, что ты маньяк, который охотится за своими бывшими по всему городу. Ну, это ладно. Я тебя слушаю. Что ж, жаль, что по-хорошему не получилось. Ты лучше подумай, чего тебе тут вообще надо. А то ты правда начинаешь меня бесить. Облака под крышей у тигриных когтей, да? Не твое собачье дело. Ты, наверное, слышал про Джотара Щоба? О, это был несчастный случай. Это была не очень удачная встреча со мной. К сожалению, последняя в его жизни. Ты же не хочешь повторить его судьбу, правда? Нет, конечно. У меня с Щоба вообще ничего общего. Твоя тёлка, как её, Паркер. Её тут нет. Это я уже давно понял. Где она сейчас? Думаешь, ты во всём разбираешься? Да ни хера подобного. Куклы тут сидят не потому, что по жизни любят ебаться хрен знает с кем. Они работают. Их задача приносить доход. Эвелин не приносила доход? Увы, к сожалению для неё. Я видел, что она сделала с клиентом. Её заразили вирусом? Кто бы не закоротил ей схемы, атака шла извне нашей подсети. Раннер общался с Декой, как виртуоз. Чип прожарился насквозь. Мы пытались его починить, но там было без шансов. И часто у вас такое случается? Ты встречал технику, которая не ломается? Вряд ли. Поведенческий чип раскалывает тебе сознание пополам. Некоторые просто сходят с ума. На место каждой сломанной потаскухи сразу приходят десять новых. Слушай, давай перейдём к делу. Что в итоге стало с Эвелин? Сверху поступил приказ её утилизировать. Ты её убил? Нет. Я нашёл Рипера, который хотел на неё посмотреть. Сказал, что как-нибудь починит. То есть ты отправил её к Риперу, несмотря на приказ? Не слишком ли смело для тебя? Ну ёб твою мать! У меня же тут не бойня. Ликвидация – это крайняя мера. И я всегда звоню семье, если она есть. Ну как по-твоему, сколько папочек захотят ухаживать за мелкими шлюхами, которые скатываются в киберпсихоз? Немного. Выбрасывать их на улицу – тоже не вариант. Это испортит нам репутацию. Ну да, понимаю. Главное, чтобы не пуля в лоб. Знаешь, а ведь все куклы так говорят. Ты начинаешь мне нравиться. Работу часом не ищешь. Ты вложил свои деньги, чтобы помочь бедной, убыточной Эвелину? Да ладно. Тебя не проведёшь. Рипер сам мне заплатил. За сломанную куклу. У всех свои причуды. Поверь, я на этой работе всякого навидался. И не такое видел. Фингерс в этом плане уникум. У него есть все фетиши, даже те, про которые никто не слышал. Он-то наверняка нашёл Эвелин применения. Давай фамилию и адрес Рипера. Фамилии не знаю. Не зли меня. Очень надо. Зовут его Фингерс. У него клиника в переулке по Чпок-стрит. Там и ищи эту свою, Эвелин. И больше тут не показывайся. Ясно? Поезжай лучше на лифте. Чем быстрее ты отсюда съебёшь, тем лучше. Доктор Фингерс, Чпок-стрит. Прям влажная мечта студентки. Ну, прекрасно, что нам с вами дают возможность отсюда свалить тихо и незаметно. Если не считать вот этого сбоя в работе биочипа. О, опять, почему мы не отражаемся в зеркалах, а? Ну да ладно. Только нам надо не забыть забрать свой барахлишко. Не забывайте своё оружие. И, кстати, раз уж на то пошло, нам его автоматом никто не экипирует, к сожалению. Поэтому... Причём персонаж стоит с винтовкой. Ну да ладно. А что у нас с пистолетами? Ух ты! Ух ты! Омаха! Требуется 16 уровень. Умные пистолеты не хочу. Мне больше нравятся глупые, но полностью нам подконтрольные. Так, соответственно, где-то у нас была наша винтовочка. Вот это, кажется. И ещё у нас также наличие была снайперка, я помню. Эй! Эй! Эй, куда снайперку дели? Вот она. Вот. Вот теперь мы в полном порядке. Если захотите снова оказаться в облаках, будем рады помочь. Не, не, спасибо. Тут как-то все не очень дружелюбно. Ну что ж, неплохо так уютно. Да уж, весёленькое местечко. От такого веселья и повеситься недолго. Вижу, ты не изменил мнение о кукольных домах. Нет, почему же? Раньше я считал, что их надо обходить за километр, а лучше за два. А вот теперь я совершенно уверен, что их надо выжечь напалмом. Как думаешь, у этого фингерса мы её найдём? И если бы я был предсказателем, то не оказался бы ёбаным чипом в голове живого трупа. Тоже верно. Чувак, как при прочих равных, способность мыслить относительно здраво не утратил счастье. Ну что, какие новости теперь? Блин, эти карты подвисшие. Ну ладно, эпизод почти закончен. Первый этаж. Прекрасная реклама газировки. О, а вот теперь кровяка. Теперь вижу. У тебя был план, но он провалился. Потому что в таком состоянии ты уже вряд ли сможешь найти Хельмана. А, блядь! Ну это что за херня? Да что ж такое? Господи, хули тебе от меня надо? Мы двигаемся слишком медленно. Ты загнёшься раньше, чем мы узнаем, как разобраться с чипом. Ну ты же сам хотел. Чтобы я сдох. Это было давно. Я с тех пор успел передумать. Теперь ты мне нужен, живым. Ты лучше скажи, что тебе вообще от меня надо. Я вытащил карточку выйти из тюрьмы. Было бы глупо ей не воспользоваться. У меня карасаки личные счёты. Я выставил их 50 лет назад. И сейчас я хочу закончить начатое. А для этого мне нужен ты. Меня ещё никто не вербовал в террористическую ячинку. Слушай, погоди, я всё придумал. Я знаю, где мы можем расцепиться и кто нам в этом поможет. Ты наконец избавишься от чипа, а я раздавлю Аросаку. Все выигрыши, разве нет? Нужно только найти душегуб и добраться до Микоши. Соглашайся. Надо тебя игнорировать и всё. Ты просто омерзительная галлюцинация. Возможно. А ты ходячий труп. Я могу подождать, пока твоё сознание загнётся и забрать себе тело. Выродок ебаный. Но, как видишь, я решил тебе помочь. Надо только найти одну штуку. Шесть букв начинается на М. Ладно. Что такое, Микоши? Начнём издалека. Когда ты подключаешься к сети, у Аросаки появляется возможность натравить на тебя и скин под названием Душегуб, который способен украсть у тебя душу и сознание. Пока следишь за мыслью? Да. Так ты и стал конструктом. Именно. Молодец. Так вот, Микоши — это логово Душегуба. Там он хранит анграммы всех своих жертв. Не понимаю, что общего у Микоши и моих проблем с Чипом. Да, а умом-то ты не блещешь, как я посмотрю. 50 лет назад Микоши была единственным местом на планете, где проводили операции на человеческом разуме. Скорее всего, ничего и не изменилось. Говорю тебе, все дороги ведут туда. Там мы найдем ответы. Каждый свой. И как ты в этот раз хочешь уничтожить Аросаку? У тебя есть еще одна бомба? И у бомбы есть имя. Альт Каннингем. Ни разу про нее не слышал. Это пока. Когда мы ее найдем, я вас познакомлю. Короче, не тормози. Надо понять, как забраться в Микоши. Ну, так вот. Я предлагаю с вами на этом этот эпизод закончить, а продолжить в следующий раз. Всему спасибо Миша Лебедеву, Миша Фомину, Зуклике, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, просто Эду, Сергею Каину, Рокки Бальбоу, Антону Цендру и брату Монзо за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Ну и всем вам огромное спасибо, что вы здесь смотрите это прохождение. Эпизод вышел прямо-таки разговорный и почти без меня, но что поделать. Иногда, видимо, такое бывает, когда игрушка озвучена. Ну, до встречи в следующем эпизоде. Удачи, счастливо, пока-пока.